Вагон Чубас. Добро пожаловать в Грань, где история переплетается с фэнтези и путешествием во времени. Потратили много сил делая этот эпизод и были бы благодарны за вашу поддержку. Лайк, подписка на легендарий, а самое главное комментарии. Мы очень любим их читать. Ну а тех, кто смотрит премьеру, мы приглашаем после нее в дискорд легендария, где вы сможете пообщаться с мастерами и игроками. Давайте немножечко сначала сделаем организации. Демон на башне разрывает последнего немца, что на штандарт он вообще не обращает внимания. У нас тут стоит штандарт Леопольда. Окей, он разрывает немца на штандарт. Да, в каком-то смысле да. Поставьте себя в удобные позиции для начала боя. Сюпрайзов не будет. Он летает. У него крылья есть, да. Точно. Стандарт у пироса. Здесь есть хоть одно место с крышей? Здесь прохода нет. Так, хорошо. Я могу найти еще какую-нибудь подобную деревяшку? Хорошо. Жанна водружает очередную трухлявую херню. Я постаралась найти... Менее трухлявую. Да. Ну, собственно... Да, где-то дни есть до 20, я скажу, может, она трухлявая. Ну, класс. Она обычная. Средняя трухлявость, в смысле. Средняя трухлявость. Средняя трухлявость. Мы с Жанной просто перед этой трухлявостью. То есть вот здесь. Дамьен очень, скажем так, внимательно наблюдает, смотрит в сторону той башни и на самом деле думает над тем, а стоит ли вообще его останавливать. Ну, как бы все сотряси тоже мысли. Достает и запасы. Синячки. Максим, придется, придется его остановить. Окей. И я достаю автомат Калашникова. Дамьен же некоторое время думает, вот, подходя к окне, вот все останавливается, поворачиваю в сторону и... Че, где она была? Авангард. Где была та книжка? Я ее брал самой. Должен был брать. Свой альбом? Нет. Точно, я переписывал. Я брал страницы в альбом. Достаю альбом, начинаю судорожно листать, пока не нахожу вырванные из книги страницы, на которых описано изгнание демона. Авангард. У тебя нет его истинного имени. Он назвал свое имя Ахмед Дюбюси. Если он сам превратился в демона, то это и есть его истинное имя. Если он призвал демона, то оно не сработает. 50 на 50. Хорошо, говорит он. Попробуй. Я сам не знаю, как это работает. Я тем более. А я, подожди, я знаю эту магию, как она работает. Конкретно это заклинание, пожалуйста, кинь религент чек. С экспертизой давай. С экспертизой? Но мы же воевали. Я такого не могу знать. Окей, это лучше. Это 4. 4 плюс 9. 13. Ты не знаешь конкретно как. Ты знаешь, что шритори создавали демонов, но чтобы они как-то превращались в них сами, ты не слышал правила даже. Создавали? Да, конечно. И так и создали демонов, как понятие, в принципе. Темная империя создала то, что у христианических называют демонами. Раньше просто назвал тварь. Ну, я, собственно, передаю эти данные домену. Как? Ну, по рации. У нас рация есть. Возможно, это новое создание. Ну, давай проверим твой план. Один черт. 50 на 50. Будем пробовать. Либо сработает, либо нет. А мы пробуем. Имя нечистого всуя. Ритуал делался три раунда. Да. Авангард. Следи, чтобы он ко мне не подобрался, и предупреди, если будет рядом. Я понял. Хорошо. Инициатива. 22. Эээ... 13. 11. А потом идет демон. Кстати, если что, это Финф. Последний, я так понимаю, жанр. Сколько у тебя? Один. Нормально. Ты это будешь добивать. Хорошо. Итак, демон, наконец, обращает на вас внимание, когда вы погружаете эту палку в ход обменов. Ну, собственно, чтение — это экшен, да? Чтение — это экшен, да. Да. Окей. Хорошо. Единственный момент, да, тогда, поскольку мы как бы готовились, ну, был 10 минут и перерыв. В этот момент он отпускает концентрацию на стрелах. Максим, потому что тот перешел это. И будем считать, что вот встают 4 дамьена здесь, фактически, вдоль окон. И в этот момент они все становятся как будто бы размытыми, слегка дрожащий образ, как будто он не задерживается его движение во времени. Угу. Я кастую на себя блюр и удерживаю его, и после этого, как бы... Под их концентрат собрел. Да, да. Я ее сбросил. И после этого, собственно, экшен и начинаю читать. Может быть, есть смысл мне его защищать, пока он читает? Давай попробуем. Вон здесь. Ты рядом. А, ну, не то, чтобы убежать. Будем считать, что там есть в правом стене. А там есть. Там есть дверь? А, я ее не вижу. Мне кажется, камера ее тоже не видит. Но она там есть. Я вот отсюда насквозь вижу просто. Я тоже. Как Суслик. Ход Максима? Ну шо, демонюга. Почувствуй мощь советского оружия, сука. Та-та-та-та-та-та-та. Максим начинает лупить из автомата Калашникова. Параллельно там требушет, короче, стреляет. Ну чо, я ее зову свой последний эйм. 8 плюс 11. Ты попал. Ну, с таким в Афганистане как раз и воевали. 24. Это первая атака. 24? Да, 24 это первая атака. Матай, что ты видишь? Сколько ты кули выпустил? Это была одна атака из мультиатаки. Одна атака из мультиатаки. Ну, давайте знаем, что это. Хорошо, три. Тройка. Ты видишь, как они врезаются в его тело. Ничего не начинает сочиться. Ты видишь, как тело немножечко зарастает и пару пульт выбрасывает. То есть оно прям останавливает их. 24, говоришь? Да. И важный момент. Калаши, естественно, пробивает Дерник. Да. Но не магический Дерник. 24 по плану 12. Я применяю его Дерник. Хорошо, он получил урон. Он, в твоём понимании, не супердейственный. Ну, как я говорю, это как раз то, о чём мы говорили. Да. Вторая атака. Давай. Ты в три до двенадцати кидаешь, правильно? Да. Тринадцать, получается. Тринадцать урона. Тринадцать. Да, тринадцать урона. В этот раз пули просто отскативают. Ну, хорошо защищён просто. У тебя патронов много? Патронов много? Ну, да. А ты за бонус-экшен ещё не можешь стрелять? Я могу арбалетом стрелять за бонус-экшен. У меня всё ещё работает тайм. Да. Я всё ещё стреляю с адвантажем. Да. Да. Тринадцать урона. Тринадцать урона. Тринадцать урона. Тринадцать урона. Тут четыре дамьена стоят. Да. Привет, дамьены. Пока, дамьены. Ходз и сосуды. Все сергоны. Привет, пока. В общем, смотри, я выбегаю. На каком он расстоянии примерно до меня? Я бы сказал, где-то тридцать футов. Я кидаю в него свой меч. Угу, хорошо. Хопиш летит в него. Крид, мать твою! Еее! Полетел меч, давайте посмотрим, что получится. Ну, это всего лишь хопиш. Это восемь урона с крита. Восемь урона с крита. Я боюсь, он при смерти. Конечно. Хопиш тыкается острой частью в его кожу и сразу отваливается. Я магически, если он даже не успевает отвалиться, он призывается снова ко мне. И после этого прыгаю, прокручиваюсь вокруг своей оси. Бочку делаю в воздухе, в параллельной земле. И еще раз кидай в него хопиш. Спонтами. Нет, просто спонтами. Это как часть мульт-атаки. И промахиваюсь. Но спонтами. Хопиш улетает куда-то далеко, а бонус-то утечет. Да, мне не надо. И я, собственно, отступаю к дамьену. Мы все в одной точке сосредоточились. Мы ждем фаербола. Какой фаербол я этот... Его фаербола. Ход демона. Вы видите, как у него раскрывается грудная клетка И оттуда начинают вылетать спектральные вороны, которые начинают кружиться вокруг него. Что Авангард говорит? Это злая нация воронов. Берегите их. Берегитесь их. Берегите их. Мои братья. Это злая нация воронов. Авангард такой, парни, я с вами. Присоединяется к ним. Хорошо. Перед окнами летает, но, естественно, я его не могу никак перед окнами поставить. Потому что окрол зацепить. Пока вот так зацеплю крылом. Все, кроме Жанны, находятся в рамках 20 футов. И будут эффекты, когда начнется раунд. Когда начнется ваш ходик. Ход Жанны. Окей. Окей. Я иду туда. Видно, что он концентрируется. Я иду туда. В воронов. Ты заходишь ближе туда, да? Хорошо. И стараюсь вообще закрыть с собой. Опять Жанна упала в дыру. Жанна просто волчья явно. Я не жанна. Закрыть с собой. Но перед тем, как ты пытаешься закрыть с собой. Ты заходишь в зону, и на тебя начинают бить эти спектральные вороны. Ты кидаешь Конституцион сейф. Ты издеваешься? Нет. Не, ну это точно провал. Ну да. Там 4. В сумме. 17 слэшнига, вычти... Это Мадия, вычти 7. 10 слэшнига. И 10 секиков. 10 вообще... То есть всего 20 приходит. А теперь ты можешь действовать. Жанна Ронина. Давай блэс на Дамьена, на Максима. Учитывая свои фипы. Да, еще больше. Хорошо. Жанна призывает Бога нашего Иисуса Христа благословить Дамьена, Максима и саму себя на бой с отродьем из ада. Так бытнично было сказано. Да. Ну вообще из подвала он вылез. Не надо. Подвал внизу. Из отродья, против отродья из подвала. Да, да, да. Это значит... Она закрывает щитом, как может вот всех старается. И читает молитву. Ты начал ход. Питца. Будем. Кидай сейф. Какой? Инстюшин сейф. У тебя есть блеск, помни про него. Это 1 на 4. Эйх, мой любимый, он меня не спасет от 1 на 4. А где 1 на 4? Сколько у тебя результатов? У меня 5. Сейчас 1, 6, 6. Да, блядь, тебя действительно не спасет. Блядь, только один раз. Столько у меня концентрация не спасет. Сейчас будет больно. 11 слэшинга. Подожди, это всего будет одна часть атаки. Я сейчас еще по сайти. Это Арея Эффект, да? Да. 12 сайтиков, всего 23 урона. Я упал. Дамьен падает. Иллюзии рассеиваются. Бегаю, блинг. Скорее. Я хотел взять блинг. А что ты не взял? Потому что кое-кто меня убедил, что есть вещи получше. Ну и отлично. Для демона. Вот Максим. Меня заклевает. 16. Ты прокинул. Ой, полурон. По идее, время нам сейчас должно помогать. Нормально. Все. Все учитывается. Максим, пробегая мимо Дамьена, просто в упор стреляет выезжающим сбоку дротиком. Дамьен, ты восстанавливаешь... Ты восстанавливаешь 11 плюс 3 хп. Это больше половины моих хп. Я даже не ранен. Да. Да. Ты это выглядит примерно как то, что на Дамьена налетает просто сначала огромная куча воронов. Он закрывает книгу, начинает от них отбиваться. Они вот заклевывают. Он буквально падает, закрывая всем. И тут в него что-то втыкается, отчего у него зрачки расширяются мгновенно. И время останавливается. Знакомое ощущение, говорит Дамьенс на себе. Все краски кажутся намного более яркими. Все кажется немного таким замедленным вокруг. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, он вплотную к нам? Нет, это не считается вплотную. Я бы сказал, на 10 футах. Он за окном просто его тут... За окном? Ну типа можно к окну подойти, будет 5 фут. Он летает? Он летает. Боллопрожектайл полетел это. Да. В него просто полетел Боллопрожектайл. Я ничего не бросаю, ты кидаешь Стрэнг Сэйвенфроу. ДЦ? 8 плюс 4 плюс 3. 15. Стандартный. Чешник, 1 уровень. 23. Понятно. Значит, собственно, Боллопрожектайл летит от него, и он как Готкомер. Понятно. Ну, значит, я остаюсь в зоне действия воронов. Я отхожу назад, куда-нибудь в угол. Нихера я боюсь, на камере не видно, что происходит внутри башни. Давайте-ка развернем немножечко наш замочек. Теперь нам будет что-то лучше видно. Да. Но не мне. Теперь я никогда не... Камерой самое главное, что видно. Замечательно. Ход сисострица. Инститюшн сейв. Ну, нафигня. Один. Молодец. 16 слэшинга. 15 минус конста урона. 13. Ага. Сайтик. А теперь же сисостер сможешь действовать. Окей, раненый сисостер, видя, что его товарищам приходится очень туго, разбегается. Я прыгаю, хватаю его за хвост в воздухе и хочу затянуть его вниз. Давай померимся. Атлетикой. Давай, доставай свою атлетику. Подожди, что дает мне? Эдвантаж? Эдвантаж. Вот бы мне сейчас блеск пригодился. Политель, политель, политель. 19. 20. Вот бы блеск пригодился. Ты завис на его хвосте. Он тебя, по крайней мере, не сбросил. Кшенсёрш. Давай. Я ещё раз пытаюсь его затянуть вниз. Атлетико. Вперёд. Раскачиваешься на этом хвосте? Да, я не знаю. Он форты поедет. Да, я не знаю. Он мог упереться ногой в какую-нибудь арку и вот так вот начать тянуть. Да, кстати, давай. 15. 20. Он начинает качаться, как маятник. Это похоже на часы с кукурткой. Здесь скоро есть демон, он начнет что-нибудь вылезать. Но вы не хотите, чтобы что-нибудь вылезало. Что из него уже вылезают вороны. И это not pleasant. У меня, что-то вообще плохие парахи сейчас. От демона. У него на хвосте висит какой-то хрен. У него на хвосте висит какой-то хрен. И, конечно, он в первую очередь его отвлекает. То делает демон. Он сначала пытается ударить хвостом об стену. Мне не привыкать. Я думаю, что это, опять же, меряемся атлетикой. Тупо один. Окей, 20. Он ударяет тебя об стену. 5 урона на Дерник учитывается твой, поэтому, наверное, 0. И сползаешь вниз. Сполз, блин. Тем временем он немножечко спускается к тебе. Сползал с полшу. И такой, знаешь, сползает. И шатает тебя один раз своими как тишины. Это все, на что ты способен? Во внутренний двор он упал. Демон. Жанна может сечь об арту. У тебя, если штык будет, есть. У меня есть меч. Но это его нужно достать. Есть скрытый клинок. Можно дать Снеку сейчас. Ну, Жанна, он реакшеном работает, ты забыл? Да. Хорошо. Ну, давайте, кидайте. 21 попадание. Попадание есть. Там 2 до 6 Снеки. 2 плюс... Плюс 2. Ага. 4. 8. Ну, да, это уходит в его ДРник после обрезки. Жанна. Жанна, шатай. Вот, аж 14 плюс 6. Ну, есть попадание. 20. Ну, попробуй вдруг, что получится. Ну, 6. Ну, да, это тоже уходит в он с ДРник. Теперь он шатает тебя как теме. Давай. 16, между прочим. Не попал. Я отбиваюсь такой. Он взлетает обратно. Я не знаю, я к нему в юпорту. Давай. Не, ну, можно же на эту руку зацепить. Нормально. Нормально. Зачем на руку? Она тоненькая. Обломится. Я ее приклеивала, я знаю, как она держится. 13. Мимо. Демон поднялся обратно. Вы все еще в сфере 20 футов. Наверное, кроме Сесосроса. Потому что здесь высота лет 30 футов. Ты выпала из сферы. От Жанны. Ты начинаешь ход, тебе дай, кинстишь сейв. 16 плюс 2, 18. Пол урона. Пропало. В смысле пропало. Пробило. Пропало, Жанна. А сколько было? 17. 17 полам. 8. Да, 8. Минус 7. 1 урона пирсингом. И 10 урона сайдиком. Я не знаю. Мне тогда бессмысленно что-либо делать. Если я стартую ход, я сразу буду получать. То я в любом случае упаду. Может из-за того, что я лежу, для меня не так достает. Или я просто бесконечно лежу тогда. По факту. Отгоните его оттуда. Я сказал, что это хуйня концентрация, если что. Да, это понятно. Но у нас никто его дэрдик нормально пробить не может. Жанна, тем не менее, делай по плану. Я попробую. По плану. По плану. По плану зачаровать калаш. Святой калаш. Да, святой калаш. Я правильно понимаю, что это не концентрация. Magic Weapon? Это концентрация, конечно же. Тогда это минус Блэс. Так, а он сам в досягаемости меня? Демон, да, ты можешь его шмалять. Он у него там... Бонусом. Я концентрацию делаю. На... Максима, хорошо. У тебя есть Searing Smite? Это тоже концентрация. Ну, это понятно. Он эффект получит просто. 2D6 радиантом это будет. Соответственно, критик 4D6 радиантом. Да благословит Иисус. Итак, калаш воссиял. Он от твоего магического оружия получает эффект одного смайты, если он кританет. А. Ну, это да. Тебе не касается. Окей. Так, так как я это сделала бонус экшену, у меня еще есть полный экшен, я могу его бить. Калатной, да, конечно. Конечно, две атаки можешь делать. Ээээ... Попало. Четык. Дерник. Угу. Не попало. Не попало. Кот Максима. Сейф сначала, пожалуйста. Максим, пожалуйста, выстрей. Слушай, если у него больше 30 с чем-то хп, то, скорее есть он выстрелит. 16 плюс 2. Упешно. У нас по сброске. Посмотрим, что будет. 7 пирсингом. Ну, это... А. 10 сетиком. Тевилл. Сбейте. Это автокрит. Это автокрит. Автокрит. Это и попадание. Крит является попаданием в любом случае. Поэтому возьми, пожалуйста. Итак. Святой калаш. Сначала интеллект чек, дайте, пожалуйста. Чек. Кто, все? Нет, вот эти двое. Ты кинула? Ага. Мало. Один? 13. Она старалась. 13. Вот сейчас ты будешь стрелять, ты чувствуешь, как будто твой калаш очень сильно нагревается, но он тебя не обжигает вообще. Ага. И ты видишь, как у него на цевье горит крест и песочные часы. Время помогает тебе. Поехали. И Анг. Ну что? Силой советской инженерии и именем Бога. Сказала ты с Максим Кунин. Да, да, да. Советской же инженерии. Жанна, ты получаешь какой-нибудь inspiration. Стопудово. Ну что ж, давайте мы это посчитаем. 6 до 12. Дальше. Марка. Да, я поставил Марку. Она дает 1 доп дэмэдж дай у меня. Еще 2 до 12. 8 до 12. Плюс 1 от того, что оно плюс первое. Да. Угу. Плюс 4. Это мой декс бонус. И временная карьера штука. Плюс 4 до 6. От смайты. Родиан. Сколько у него там? Не знаю, давайте все, которые есть. Я по 2 буду кидать. Запоминайте. Я записываю. Угу, не сильно кидай. 4 плюс 11. 15. 5 плюс 2. 7. 6 плюс 8. 14. 12 плюс 8. 20. 20. Это были до 12. Теперь 4 до 6. 5, 2, 1, 4. И еще 5, потому что ты сам. 61 пирсингом и 12 радиантом. Давайте я попробую сначала. 61 плюс 12. 73. Давайте я попробую кинуть концентрацию. Сложность 36. Я думаю, он сможет. А вороны рассеиваются. Блин. И он ранен. Ну, ладен. Странкой. Все еще летает. Костя начинает, правда, отваливаться. Рядом с тобой они немножко начинают сыпаться. Кот. Подожди. Вторая атака. Это была первая. А, ну да. Ну, тут надо попасть. Это 6 ведь, да? Да, это 6. 6 плюс 11. Это попадание. Это попадание? Это попадание. У тебя малая шанс к мне попасть. Давай. Давай. Нет, 4. Ну, не так сильно, конечно. 4D12 плюс 5. Войсей же нету. Да. Да. Просто 4D12. 4D12. Просто еще один докинешь. Плюс 5. 27. Пока все. Да, все. Сколько я ему в раунд вкорячил? Ну, я не буду учитывать с ученым DR-ник, но где-то больше шла от неточно. И... And it flies. It still flies. Там где-то... Фу. Максим, ты просто... Да. Я что-то помню про пупанансов с калашами в Древней Руси. Ну, здесь лучше всего, мне кажется. Ход с острисом. Ну, что ж. Ты только что увидел. Да, да. Что такое магия плюс технологии? Я достаю канат. Рэмми был бы счастлив. Я пристегиваю веревку к скрабе и выстрелю в него. Ага, делаешь кошку. В него. В него. Охренеть. Окей, хорошо, ну, тебе нужно попасть, да. 18 плюс... Ты попал в него, веревка зацепилась. Это 8 урона. Ну, и, собственно, после этого я стою на край и падаю туда вниз, затягиваю с собой. Иди сюда. Меримся атлетикой. Падла лохматая. Меримся атлетикой. Самое интересное, что он, по-моему, лысый. Я тоже лысый. Все нормально. 19 плюс 8. 23, да. Иди сюда. Готово. Герои. Ну, смотри, вот здесь примерно веревка натягивается, он все-таки стоит здесь. Ну, как бы, он падает же. Он за коктями зацепляется, он не может полностью на тебя улететь. Я не хочу, чтобы он за меня упал. Я хочу, чтобы его зубы остались на этом парапете. Они остались на этом парапете. У него начинают вырастать новые накрылья. В цитатник. Ну, я на него прям кричу. Давай, бей, бейся, тварь ты трусливая. Ход демона. Вы видите, как у него на руках появляются клубы тьмы. И вот здесь, везде, на 60 футов, в Magical Darkness. Эфиг нет. Версик. Признание, что я делаю. И где-то во тьме он бьется с Остриса в магической тьме, которой ты не видишь. 24. Ну, да. И давай второй. 28. То есть, 17 слэшинг урона. Это не магическое оружие. Полный ТВДр используется. К этому же урону приходит еще кое-что. Кое-что? Да. 16 некротика. Это Дерник уже не съедает. Сколько? 16 некротик. Все, 0. Ну, я обалдеть. В таком случае вторая атака делает отбегалки. Окей. Ход демона закончился. Он скоро сдастся. Ход Дамиена. Дамиен, покачиваясь, смотрит в сторону демона. Затем ты видишь, что как его все еще разбытые руки вдруг хватаются за твою ногу. И в этот момент они все становятся вновь сконцентрированы в одну. Он перестает быть размытым. И ты чувствуешь, что... Ты видишь, что он тебе говорит. А теперь надери ему зад во имя всего рабочего класса. И ты видишь, ты чувствуешь какое-то странное тепло, разливающееся по тебе. Ты чувствуешь, как твои ноги становятся как будто набухающими. И все тело как будто набухает. А затем ты понимаешь, что твои ноги становятся больше. Твои руки становятся больше. Калашников в твоих руках становятся еще больше. И ты раздуваешься, вырастая где-то до 3 метров в высоту. Вместе с гигантским в руках твоих калашников. Который теперь стреляет пулями где-то калибра 30 миллиметров. Это гаубица уже. После чего Дамьен показывает факт демону. И вот так вот назад откатывается в дыру. Летя вниз, я кастую реакшеном Feather Fall. И открываю книгу, начиная как бы читать. Ну, понятно уже, что я что-то потратил. Я специально сделал. Но как бы он перелистывает. Ага. И номини патрем. Хорошо. Ход Жанны. Жанна зацепляет кошку. И вертикально вниз спускается. И теперь я от него на расстоянии 15-ти футов. Но ты этого не знаешь. Ну. Да, но ты этого не знаешь, да. Я понимаю, что он отсюда же делся. И здесь я кастую Чинел. У тебя есть уже скорость закончилась. Да, да, да. Чинел Зе Анда. Ну, в общем, давай это назовем, я не знаю. Божий свет. Ну да, Божий свет. И молю сейчас. Это мне страшно, вы что? Раз, я могу сейчас вести эту тьму. Ты лежишь в нулях. Вообще, тебе надо рот зашить. Вот, иди сюда. Иди сюда. Иголочка. Ижить. Господь всемогущий, разгони эту тьму. Во славу твою прошу. Сделай это, чтобы помочь всем нам, всем твоим подданным. Пусть здесь станет светло. Яркий свет озаряет и разгоняет магическую тьму полностью. Потому что ты задел ее источник. Все рассеивается. Дамьен, упавший вниз, видит, что туда же упал ваш стандарт. Я приземляюсь вот так вот сбоку от него, с книжицей. И, ну, привет. Ход Максима. Кстати, ты видишь, что веревка свисает на ход. Я смотрю на этой. Он же прямо передо мной, правильно? Мы теперь одинакового размера. Ну, где? Внизу. А, внизу? С остриса. Он внизу, ты видишь, что он склонился. Ярко раздирает тело с остриса. Над телом змеи и готовится наносить ей удар. Слышь, команда отходить не было. Там такой здоровенный из-за стены высовывается. Ну, че, я атакую его. Только единственное, что я убеждаюсь, что я в случае чего не попаду из этой галписи. У с остриса ты не попадешь, но ты видишь, как кровь очень активная из него, если куда-то вытекает. И своим последним девайсом я стреляю в с остриса пейнткиллера-проджектайлом. Угу. В тебя влетает стимпак. Причем вот такой вот стимпак. Да, вот такой вот. Огромный стимпак. Ну, можно сказать, что это 3D6? Давай. Тебя импейлит этим стимпаком. Блин, я вспоминаю, что... Я думаю, что потом у Сесострисова должна возникнуть что-то типа зависимости на такое количество одноразового. Мне кажется, у него бой игл. Страх перед иглами у него будет. 13 плюс 3 хп. 16. 16 хп. 16 хп. Теперь ты стреляешь? Да. Слышь, команда уходить не была. А, Сесострис. Э, как мой? Да-да-да-да-да-да, я про тебя. Ну что, гоу. Давай. Да, 14. Не попал? Он так и уворачивается от первой атаки. Ну, просто не привык к большому. 10 плюс 11. А теперь приноровился. Без вопросов. Где оно? Я отдал тебе все свои до 12. Дай себе до 12. Можно? Куда ты проенотил все до 12? 24 плюс 5. 29. Хорошо, вписываю урон. 4 плюс 9. Да, все, в принципе. Ну, там такой грохот сейчас. Да. Окей. Хорошо. Как это выглядит вообще, блин? А ты можешь описать, как это выглядит? Короче, этого звука, подобной громкости, на этой планете не будет слышно еще несколько столетий. С лязгом ходит затвор, выбрасываются гильзы, как будто если кто-то из вас когда-либо видел, как работает пушка для салютов, вот она от себя выбрасывает вот такие гильзы, и снаряды просто проходят, вырывая куски плоти у этого демона. А у него нет плоти, у него кости, они их дробят. Они их дробят и оставляют воронки, настоящие воронки под ним. Сисостры скакивает просто под адреналином, я все еще к нему пристегнут, так что ты от меня, гадость, не улетишь. Ну, если он улетит, то он тебя унесет. Я обвязываю веревку, достаю вторую веревку, собственно, я хочу, ну, собственно, пытаюсь его обвязать и еще его привязать, короче, зафиксировать, что мне надо для этого кидать, я не знаю. Меряйтесь с Атлетикой. Ох, сейчас мы померяемся, ох, мы померяемся Атлетикой. С 14. Восемь. Ух ты, да, вторая лапа привязана. Хорошо, замечательно, у вас есть теперь цепной демон, ну, веревочный скорее, ну, не важно. Ну, и, собственно, после этого я просто подхожу к нему и счетом закрываюсь, но я не могу от него. У тебя, кстати, один уровень усталости, а также все-таки мы должны это сделать сейчас. Блин, если я в один результат, я кидал Атлетику с Дизой. Ну, там хуже, нет, нам лучше. Ну, все. Нам просто хуже выкинуть сложно. А теперь мне нужно кое-что посмотреть. Да, чувак, ты получаешь инжери. 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 Ура! Брее! Что я помнил, где они у меня прописаны? Д20, пожалуйста. А, ты просто Д20? Давай, Д20. Да там жесткие хи... Д20! Я молодец. Малыш, маленький шрам остался от его атак. Ты молодец, это самое легкое, что могу сделать. Это самое лучшее, что ты получаешь. Он получается с 17 по 20. Просто царапина. Более того, магический хилинг шестого уровня или выше удаляет этот шрам. Я не хочу, шрамы украшают в нее. Куда? У меня завтра на капюшоне прямо такого царапина. На капюшоне прямо шраме, отлично. Ты будешь говорить, это от демона. Месопатанского. Ну, ход демона. Месопатанского. Ну, ход демона. Он привязан. Ты стоишь перед ним с щитом. Когда ты упал от некротического урона, помнишь? Я от них далеко. Да? Не очень. Вообще нет. Но не в пяти футах. Не в пяти, но добежать сможешь. Не в пяти, но добежать сможешь. Не в пяти, но добежать сможешь. Ну, это, конечно. Пять. Ахаха, один-один. Семь слышен демоджа, применяй свой DR-ник. Когда он замахивался на меня, он мог меня убить. Но солнце-ра ослепило его. Это щит-лижник-ротик к тебе не пришел, подожди. Ну, подожди, но все равно. Ну, солнце-ра его ослепило, но он тебя же задел как-то, да? Ну, совсем слепил. Задел. В это место, ты чувствуешь, что оно как будто горит и покрывается вот такой вот черной слизью. У меня два урона у меня есть. Да, я знаю. Он чуть-чуть его... Ну, ты же ранен уже, значит, любая... Слизью? Слизью, черной слизью. Это некротиковая урона. Некротиковая слизь. Некротиковая слизь. Дай мне ее. 13. Один хп. И я стою. И ты видишь, что часть этой слизи перелетает в ему рот, немножечко заживляя его раны. Но Ра свидетель. И он меня сохранил. Ход Жанны демон закончил ходить. Так, 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 так. Жанна, я в порядке. Ага, я в порядке. Я в порядке. Ты же такого пухшен, блядь. Да, просто весь из здоровья такой просто. Все в порядке. Я его сейчас добью. Он сейчас... Он уже почти сдался. Гайдинг болт. Насколько я помню, ты должна в него попасть. Да. По-моему, да? Да, нет, попасть надо обязательно. Это у тебя... Миленький, миленький. Сейчас, плюс шестой у нее. Десять или выше? Нет, вот это вот стало так бонусом. Да, да, плюс семь. Девять или выше? Давай. Девять. Гайдинг болт. Ты понимаешь? Ты просто повалилась. Вот оно. Радиант. Ну, у него к радианту никаких особых этих... Тринадцать. Он получает полностью этот урон. Никаких дыр. Он начинает подсвечиваться. Да, вы видите светящиеся кости. Максим, ты понимаешь, что тебе легче стрелять по нему? Да, 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 да. Я подхожу со своими хипами, у которых почтение. У меня один, о чем ты? Я буду драться дальше. Ход Дамьена. Я буду драться дальше. Я сделала ему больно и подошла ближе. Все правильно. Ковыляет в сторону выхода из этого подвала, продолжая активно зачитывать. Он уже перевалил через середину. Ты понимаешь, что это тот самый подвал, из которого вышел, собственно, этот тифлинг? Ну, чья, сори, Шейтабио. Вот я тебя он хромал, а теперь я оттуда хромал. Это какой-то подвал хромания. Только это не магия крови. И зачитываешь дальше. Авангард, что там происходит? Сесострес и Жанна на последнем издыхании сражаются против демона. Вы вовнутрь на дворе, рядом с воротами. А чемпион рабочего класса? Чемпион рабочего класса возвышается над башней. И чемпион рабочего класса понимает, что он стоит так, что снаружи его не видно. Это значит, что он не является анахронизмом. Чемпион рабочего класса. Ладно, ну говори. По возможности, отвлеки демона. Не приближайся, но чисто, чтобы он не добил этих. Демон! Ты говно! Что ты сказал, сука? Первая атака. Энланджнутого представителя. Ой, господи. Рабочий крестьянский. Так, 9. 9 плюс 11. Просто святой, мать его, коммунист. Святой коммунист. Святой коммунист. Блин. Сколько? 5, 4, 3, 4, 5. 21 плюс 5. 26. 26. Видишь, ты подсветил, а он уничтожил. Скажи мне, пожалуйста, я могу спрыгнуть к нему туда. Я большой. Я прыгаю рядом. Я хватаю его вот так вот за... У него есть какая-нибудь волосня на башке? Нет. Кости демона распадаются, перестают светиться и быстро превращаются в пра. Хорошая работа, Дамьен. Спасибо. Спасибо. Я начинаю быстро, пока я большой, убирать гильзы. Так они же тоже уменьшатся с тобой. Они уменьшатся с тобой. Их потом хрен найдешь. Окей, да. У тебя знамя. Да. Иди, француз. Сейчас. Я знаю, что... Знаешь, что? Дай сюда, я знаю, как их носить. Минуточку. Тейл, я беру Дамьена. Я лоржовый. Ага. Нет, я хватаюсь. Я понимаю, хватаешься. Кинг-Конг, Кинг-Конг. У меня адваночно... Три метра это не Кинг-Конг, ну да. У меня адваночно все, что связано со стрингой сейчас. Я поднимаю Дамьену туда. Через одну, потом через вторую башню, потом на третью и ставишь его туда. И как раз в этот момент заклинания... Да. Дамьен стоит... Дожди, там еще сейчас стоит за нами Леонт Польдой Австрийского. С ноги вопроса нахер. Я тоже. Не, смотри, я просто весь говно из ранены. Просто нереально такой. Знаешь, стою такой... Ну, Сэд, я надеюсь, ты правда доволен этой битвой. Под громкие возгласы внутрь начинают рваться крестоносцы, но видят... Я только оборачиваюсь, мне кажется, весь в крови. Смотрят на тебя, на кучу поваленных сарацинов. Я рядом с ним. На Жанну. В этот момент с башни так высовывается Дамьен, начинает было маханиковать, потом вспоминает, очки быстро снимает. А я уберу калашников. Мы взяли эту крепость во славу короля Ричарда. Это люди Ричарда, все нормально, пойдем на другую стену. Вы молодцы, отдыхайте. Сейчас вам пришлет провиант и охрану. Вино. Есть. Вино. Помощь. Медицинскую помощь. И они-то. Здесь есть ранеры. И начинают забегать госпитальеры. Вместе, кстати, с тем Лукашем Загрудок. И забегает Фридрих. Он говорит. Мы там в сережку спускаемся. Единицы видели, что здесь произошло. Здесь был огромный костяной монстр. Да, да. Действительно. Да, мы демона убили. Сарацинов призвали демона. Грязные отродья. Мы истинные герои. Спаси Ра. Во имя святого Ра. Скажите все вместе. Святой Ра. Святой Ра. Святой Ра. Святой Ра. Это хорошо. Это доблесть. Повинуюсь воле короля. Блин, мне так херово. Дай выпить. Да! Это мои последние деньги. Вот за это я тебя и люблю. Так, это плохо. Деус вольди. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!